Приветствую вас, если честно, то у меня сложилось такое впечатление, что вы в каком-то таком, немножечко особенном настроении, что написал свой текст, вот, именно в таком особенном настроении. В том смысле, что его, как будто бы ваш текст это не про то, что вы пишете, да, как будто бы это про что-то другое. Например, про, как там, про какую-то, может быть, может быть, про какую-то немножко детскую обиду. Про какую-то детскую обиду на жизнь, про какую-то, может быть, неудовлетворенность этой жизни. Про какую-то, какую-то такую, может быть, легкую досаду на, ну, себя, да, за то, что у вас, там, не получается построить отношения и прочее. То есть, мне вот, знаете как, показалось, по крайней мере, мне показалось, что вот в своем тексте вы затронули вот такие моменты, вроде бы, которые, ну, которые, по идее, да, которые, по идее, вот как-то, одним образом, значит, как будто бы, было, ну, эм, 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 эм Вы знаете, настроение, оно совсем другое, при том, что, ну, оно как будто бы, вот это настроение, да, оно как будто бы скачет, вот. И вот это, конечно, бросается в глаза. Вот, и я не мог не обратить внимание на это. Вот, потому что мне кажется, что подобное такое несоответствие, да, оно вот как-то свидетельствует о наличии у вас более, ну, более глубоких таких переживаний, как, в частности, например, то, что внешне, может быть, вы человек такой вот, пытающийся, да, ну, значит, сделать так, чтобы люди как-то, ну, думали, что у вас все хорошо, в порядке, а на самом деле, ну, то есть вещи, которые у вас болят, там, нарывают и прочее. Итак, признаться ли из любви коллеги первой или подождать, когда он сам проявит инициативу и спросит? Ну, Алёна, психологи не дают советов, поэтому этот вопрос решат исключительно вам. Я думаю, что вопрос в целях, то есть признаваться для чего. Вот мне показалось, что для вас признание любви в мужчине, да, в мужчине, это, ну, как будто бы призыв его к обязанностям. То есть вот я тебе признался, и теперь ты мне что-то должен. Если так, то, наверное, нет. Значит, вопрос в другом, да, насколько для вас важна инициатива мужчины, и если да, то почему, чем? Действительно ли у вас любовь, потому что то, что вы чувствуете больше, то, что вы описываете больше похоже на влюбленность, это во-первых. Во-вторых, то, что вы описываете, ну, больше похоже на страсть, на всё нормально, но не на любовь. Хотя бы потому что, ну, вы человека даже не знаете, как будто бы, какой он, вот. Дальше, я работаю дизайнером, коллега работает охранником, я долго его не замечал, но в последнее время он постоянно со мной здоровается, у меня ощущение, что он просто шутит. Это вы себя обесцениваете, вот так проявляется обесценивание, вот. Значит, дальше вы говорите, что вы серая мужика, опять же, это вот история про обесценивание, то есть вы как будто бы вот пытаетесь закрыться. То есть, может быть, здесь история про, ну, какой-то постоянный стыд. Вот. У меня 23 года, я не замужем, детей у меня нет. А имеет ли это значение для вас? Был или есть мужчина, с которым мы общаемся, каждый день мы увидимся очень редко. Так, коллега, а, значит, соответственно, устраивает ли вас эта история. Вот. Коллегу зовут так, он красивый, я бы не сказал, что очень умный. Для чего вы называете его имя, для чего вы пристешите, что он красивый, кроме того, что вам хочется почувствовать себя женщиной. Как будто бы только с красивым мужчиной, вы можете почувствовать себя женщиной. Вот. Всегда я, когда прохожу через КПП, стараюсь привлечь к себе внимание. У меня ощущение, что он женат. Это связано с тем, что вы, опять же, обесцениваете то, что вам нравится. То есть это вот то, как вы обращаетесь со своими чувствами здесь. Точно пока не знаю, мне стыдно спросить, есть ли у него девочка. Но это, наверное, в случае нормально, потому что у вас, как такового, и общения нет. Вы даже время вместе не проводили, я имею ввиду, не общались, не пили кофе там, просто, ну, не было у вас возможности поговорить. Вот. Поэтому их запросы всегда вас стыдно само собой. Вот. Поэтому, если вы хотите себя как-то проявить, ну, посмотрите в сторону организации, какого доброго времяпровождения для вас, я имею ввиду. Дальше. Задайте ему вопросы лично на характер. Поможем на работу. Ну, вот именно. И, опять же, попробуйте для себя сами увидеть, к чему эти вопросы. Имеют ли они отношение к вашим чувствам, к мужчине? И, если да, то какие? То есть, ну, вот, буквально. Буквально, что это за чувство? Ну, потому что спрашивать у человека что-то, что-то, и выражать то, что я чувствую, это не одно и то же. Есть ощущение, что вы пытаетесь себя обезопасить. Вот. Есть ощущение, что вот ваши чувства, да, такие, как любовь, влюблённость, ну, то, о чем вы говорите, вот, это как будто бы история про болезнь. Ну, то есть, если мужчина будет женат, вдруг, вам это будет больно и больно, потому что, например, вы хотите семью. Но, при том, что вы хотите семью, да, вы выбрали себе партнера, вот, мужчину, который на протяжении двенадцать лет, вот, вроде бы вы писали про двенадцать лет. Да, до двенадцать лет вы общаетесь с мужчиной без перспектив. То есть, ну, для человека, которому вознялся меня и дети, например, ну, это, по меньшей мере, странное решение. Вот. Скорее всего, вы боитесь, как раз-таки, близких отношений, вот, и боитесь брака только себе, а то вот в этом не признаются. Дальше, таких сильных чувств я не испытывал давно, ощущение, как в школе первой любовь, но это восхищение красивого мужчины, очевидно, вот, и приписание, приписывание ему чести, чести вашей ценности, вот. В силу того, что себя-то вы обесцениваете, вот в другом мужчине взяли, приписали свою ценность, наполнили его ею, и, соответственно, вот отсюда такие ощущения. Дальше. Адеминация кричала на Руслана, потому что мне показалось, что он просто прикалывается надо мной. Не очень понял, но обесценивание здесь самой себя у вас очень сильно. Так, я не понимаю, чего, что происходит. Часто, непонятно, что вы здесь имеете ввиду. Почему, почему не может спросить сам, если у меня кто-то. Вы здесь ждете инициативы мужчины, и опять же очень важно понимать, что это такое. То есть, женщина, которая ждет инициативы от мужчины, не может быть сырой мышкой. Не может быть. Женщина, которая хочет инициативы от мужчины, выглядит ярко, привлекательно и так далее. Ну, это же поэтому вас, мужчина, так привлек, что для нас это идеальный вариант, когда бы и вы старые мышкой были, и к вам какие-то проявления были. Только вам, опять же, здесь как будто бы хочется большего. Это тоже очень важный момент. То есть, вам уже мало. Вам мало по всем просто проявляет внимание. Дальше. Как взрослый человек со мной спокойно поговорит? А вы с ним? Вы не взрослый человек? То есть, почему, как получается, что вы вот на него ответственность всю возлагаете? Я с своим мужчиной познакомился на рынке, общаемся 12 лет. У нас замуж, до сих пор не позвал, говорит, что не позовет. Его зовут Сергей. Для чего имена? Боб. Вот он, ну, значит, замыть до сих пор не позвал. А для вас единственное важное это замужество. Ну, то есть, это вот то, на чем вы центрируетесь. И, опять же, как получается, что при малшей центрации на замужестве этого самого замужества не наступало. Дальше. Дальше. Так, Сергей еще через щитку со мной познакомился и вел себя очень похоже, как ведет себя Руслан на КПП. Это связано с тем, что вы себя объясниваете, опять же повторюсь. Никак на меня не реагирует только Руслан. Все время как-то пытается показать себя, когда я прихожу и называют меня не моим именем. Так, это девушка с ногтями накрасит губами. Я абсолютно противоположен в этом образе. Мне смешно, когда Руслан меня там по-другому. Ну, я думаю, что, я думаю, что вот это тоже очень такая интересная история. Вот. Потому что вы смеетесь. То есть, ну, вам смешно. Вот. И хочется, ну, спросить вас, собственно, что такого смешного-то здесь? Вот. Что смешного вы нашли в этом? Вот. Вот, то есть, вот этот момент, он, ну, на мой взгляд, очень интересный, вот, что в этом смешного, да? Ну, сейчас, кроме, кроме, только, по-моему, что вы защищаетесь, вот, кроме, вот, только того, что вы защищаетесь, вот, значит, ну, того, чего вам хочется, то есть, вам хочется быть вот этой женщиной, которую видит, видит у вас, как раз-таки, значит, руслан. Вот, вам хочется, вам хочется этой, ну, этой женщиной быть, и это абсолютно нормально, что вам хочется вот такой, ну, такой быть, такой женщиной быть, вот. Вот, только, опять же, здесь вопрос, что вы для этого делаете, да, вот, и делаете ли вы, в принципе, для этого что? Ну, а смех, смех, ваш, ваш смех по большому счету представляет от себя не что иное, как защитную реакцию от, ну, от вот этих моментов. Ну, по сути, по сути дела, да, вот, нравится вам это или нет. Дальше, что в голове у Руслана, влюблен или просто шутит надо мной? Для психологов этот вопрос не корректный, к сожалению. Потому что мы не занимаемся газом. Вот, и сказать вам о том, что, вот, в голове у того или иного, да, ну, не представляется возможным. Вот, я думаю, что вам нужно забрать в себе, вот, я думаю, что вам, ну, можно поисследовать себя. Вот, я думаю, что, если вы этим заметите, то, ну, вполне способны решить, значит, вопрос, помочь, что вам делать дальше и как, ну, вообще, в этой ситуации себя вести. А пока, пока, пока вы к себе не разобрались, вот, ну, сама собой, вы пытаетесь понять другого человека, пытаетесь понять его, и у вас ничего, естественно, не получается, вот, потому что, ну, потому что другого человека понять невозможно, вот, а другого человека понять нереально, вот, да и, в принципе, и не нужно это, как я думаю, вот. Ну, не нужно вам пытаться его понять, ну, человек, вот, вам бы, вот, в себе бы, в себе бы, в себе бы разобраться бы в первую, в первую очередь. Понимаете, какая штука? Вот, 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 как-то, как-то, да, вот какой-то такой ответ, я думаю, можно вам предложить сейчас. С точки зрения, ну, с точки зрения психологии, да, и с точки зрения психоперапии, вот. Я надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что вам это было полезно, вот, я желаю вам всего самого доброго, удачи, вот, успехов вам в исследовании себя, вот, и, ну, не дотягивайте с тем, чтобы начать индивидуальную работу, вот, потому что это позволит вам максимально быстро прийти к желаемым результатам, вот, ну, будь то, какая-то, ну, какая угодно другая, короче говоря. Удачи вам, успехов, всего самого доброго. Я уверен, что все у вас получится и все будет хорошо. Но это требует, конечно, усилий. Спасибо. Спасибо. Спасибо.